Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Ну, вы уже знаете, потому что по нашумевшим, как говорится, прошлым событиям, вы знаете, что у моего Саши 5-го числа день рождения. И в связи с этим я ему заказала на... У своих друзей уже буду говорить так, потому что товары, которые мне нравятся, фирмы, которые производят такие товары, я называю своими друзьями. Parfum de Paris – это действительно фирма, с которой я подружилась. И вот созвонилась я с девчонками, и они мне говорят, что сейчас у них новая расфасовка. Если раньше были, помните, 100-миллилитровые стеклянные бутылочки, и вот возле меня, смотрите, стоит дживенчи, может, я неправильно говорю, ну, короче, дживенчи, дживенчи, вот так, короче, это отличный, в тот раз мне приходил, отличный, то, что Ленуська нюхала, говорит, Алла, ну, это вообще классно, очень похоже, очень похоже. И вот стоит возле меня, здесь, возле стола, я так раз-раз напшикалась, стойкая. Выхожу, Саша говорит, Алла, ты куда-то собралась ехать? Я говорю, нет, никуда я не еду. А что ты так вкусно пахнешь? Я говорю, это все благодаря Parfum de Paris. Ну, это, конечно, шутка, но пришла вот такая вот посылочка опять. Я вам уже говорила, что очень удобно, что все запечатано в такой вот маленькой, если вы заказываете не одну бутылку, а парочку, вот с такой бутылки, прицепить сюда открытку, вот берете, вот это все сдираете, коробочка чистая и дарите прямо в этой коробке. Это очень удобно. Так, открываю, что же мне здесь пришло. Сейчас, секундочку. Ага, запаковано все. Да. Ага. Ого, какие большие бутылки, смотрите. Я думала, это та бутылка, которая вот, ну, у меня уже нечего показывать. У меня сколько много этих парфюмов было. Я не знаю, парфюмы или парфуми, парфумы. Но вы поняли, что я сейчас рассказываю не о помидорах и не о мясе. У меня сейчас не кулинарная рубрика. Я рассказываю именно о духах и о женских и мужских. Так вот, те бутылки были, конечно, побольше, намного побольше. Они идут просто вот завернуты в пленке и все. Вот, пожалуйста, две бутылочки. И чтобы не путаться, смотрите. Черное и белое. Я думаю, что это женское, а это мужское, а это женское. Сейчас одну секундочку в коробочку положу. Сейчас я одену. А где мои очки? Без очков, конечно, я этого не прочту. Сейчас я возьму очки. Так, сейчас одну секундочку мы почитаем, что здесь. Так, это у нас Булгари, Булгари, Аква, Амара. Булгари, Аква, Амара. И это у нас Ленвин, Эклет. Ну, точно не знаю. Короче, вот это Булгари, это мужское. Вот я специально заказала его Саше, потому что, честно говоря, я в магазине видела такую маленькую пепулечку, 1200 гривен стоит. Я понюхала, мне очень понравился запах. И когда я заказывала, говорю, а можно заказать вот такой аромат? Они говорят, да, можно. И сейчас мы посмотрим, что же это у нас соответствует или не соответствует. Одну секундочку. Оп, уже звонят. Уже пишут, что хотят тоже такие. Ай, как хорошо. Ой, как хорошо будет мой Саша пахнуть. Вообще, честно говоря, он не очень большой любитель. У меня еще до сих пор стоит его туалетная вода, которую я с Италии привозила. Он такой, но все равно, знаете, ради очень хорошей. Может, я в конце сфотографирую название, чтобы вы знали. Просто я на бумажечке написала и сказала. Но они понимают. Когда я сказала, что Булгари, они понимают, что я хочу заказать. Вот именно там есть, по-моему, два вида. Но именно вот это аква. Я запомнила, что аква, что-то с водой связано. Вот аква я решила заказать Саше. Очень прекрасный запах. И второй парфюмчик мне заказывала Лена, конечно. Где-то у меня было записано. Она заказывала, по-моему, эту Джорджио Армани. Она заказывала. Ну, а я чего-то, не знаю, вот это сказала, вроде бы, это Армани, а мне прислали Ланвин. Не знаю. Но, ребята, насколько, насколько... А вот сейчас посмотрю. Там тоже такой вот маленький пупсичек стоит до двух тысяч. Ой, какая красота. Ну, это чуть-чуть. Вот этот вот Ланвин. Ланвин Эклет. Господи. Ну, а такие очки. Эклет. Ди. Ну, короче, я страфирую это все. Это чуть-таки более вечерние ароматы. Но хорошие. Очень хорошие. Так что, вот такие вот... Я переживала, что не придет. Вот пришло вовремя. Он, конечно, знает, что мне приходит. И я вам скажу, что сейчас не 250, а 290 стоят уже эти парфюмы, потому что я не знаю, с чем это связано, все дорожает. Но вы, перейдя вот там внизу в описании будет моя, как говорится, ссылка, заходите на эту ссылку, и по этой ссылке вам сделают скидку. Сделают скидку. А когда скидка, это всем приятно, правда? Я люблю, когда делают скидку. Так, а что вы должны пропускать скидки? Я вам скажу одно, что... Вот смотрите, у нас есть такой магазин, где продают парфюмерию, которая считается фирменной. Но там цены, конечно, хорошие. Цены, они как в Дютефери почти похожи. Так вот, я заходила и смотрела, вот Нина Ричи стоят полторы тысячи, тоже небольшой такой, небольшая бутылочка. А вот эти вот дживенчи, которые называются не просто, но я в тот раз делала на них обзор, вот их там три вида, три вида вот этих вот дживенчи, и мужские тоже самые есть. Я специально зашла в магазин, понюхала все, но я вам скажу, что одна проблема, заходишь в магазин пару раз, понюхала, уже ни кофе, ничего не помогает, уже вообще. Просто надо конкретно зайти на сайт, посмотреть, какая оригинальная упаковка, потом пойти в магазин понюхать, чтобы вы знали, это если вы не знаете, что заказывать. Понюхать, и потом раз-два заказали, но я вам скажу, что ароматы очень похожи. Не знаю, критиков, целая куча, но мои хорошие, знаете, не все золото шоблысты, не слушайте никого. Если вы умный человек, вы сами прекрасно понимаете, что те, которые оригинальный запах имеют вот такой, но уже чуть-чуть дольше держатся. Но я вас обманывать не буду, у меня очень много людей, которые заказали эту парфюмерию, и много россиян, которые хотели бы заказать, но не получается. Фирма не работает с Россией пока, может в будущем и будет, но пока не работает. Так что, мои хорошие, есть скидка, можно купить 190 гривен, может сейчас 200, я не знаю, как там подняли, вы позвоните, закажете, вам скажут. Я вам скажу одно, попробуйте. Не берите 100 миллилитров, возьмите вот такую вот маленькую бутылочку, 50 миллилитров, нет, не такую, вот такую, вот 50 миллилитров стекло. Но я думаю, что они будут делать даже, наверное, в пластике, потому что это очень удобно в дорогу, это очень-очень удобно. Так что, мои хорошие, еще раз говорю, это не такие большие деньги, закажите, попробуйте. Если вы знаете оригинал, если у вас были духи, вы хотите заказать аналог намного дешевле, но получить такой же аромат, пожалуйста, попробуйте. Все, мои хорошие, заходите, там выбор обалдевающий. Это то, что я незнающий человек, я вам честно скажу, никогда не ставлю из себя какую-то, знаете, фифочку. Я не очень разбираюсь в этой парфюмерии, потому что в этих вот духах, потому что я раньше считала, лучше хороший кусок мыла, помылся, все хорошо. Но нет, все-таки приятно пахнуть. Ну, ладно, когда жара, то такое дело, знаете, а вот просто-напросто идете вы на какое-то мероприятие, на какой-то сабантучик, пшик-пшик-пшик, едете в общественном транспорте, пшик-пшик, только не так, не до безумия, вот так вот, а просто пшик-пшик и все, и приятный аромат. Я считаю, что и женщины, и мужчины очень-очень любят вкусно и ненавязчиво пахнуть. Ну, пахнуть – это некрасивое слово, чтобы от женщин и мужчин исходил тонкий шлейф прекрасного парфюма. О, какая красивая сказала, да? Все, чтобы у вас это все было, заходите, подписывайтесь, не подписывайтесь, а заходите на ссылку и покупайте. Пробуйте и покупайте. Все, мои хорошие, я думаю, Александру Геннадьевичу, где его, где его, где его, где его, где хлеба не перепутает, да? Вот, Булгари, Булгари. Я сейчас сфоткаю название, чтобы вы хорошо видели. Пока! Счастья вам, удачи, и чтобы вы были самыми красивыми и самыми ароматными.